День рождения В кругу друзей, спасибо большое, все хорошо и близких. Подписчики присылали в анонимный телеграм-бот «Зеленой ленты» свои видео. Ко дню рождения президента получилось масштабно, в смысле географии, по крайней мере. С нами Москва, Питер, Магнитогорск, Новосибирск, Екатеринбург, Архангельск и многие-многие другие. Пишут активисты «Зеленой ленты». Главное сейчас – протестовать всеми доступными методами. Боевой листок за октябрь. В октябре россияне жгли. Факт. В Петербурге начала свою работу сортирная выставка. Повод тот же. В основу идеи легла фраза Путина про террористов, которых надо мочить в сортире. Презентация прошла в туалете питерской электрички. Выставка была подготовлена силами двух художников и одного поэта-песенника. Их имена остались неизвестными. Ну, это и понятно. Нынешняя Россия чтит свои традиции. Поэтические, в том числе, за стихи сажают. 33 года. Все говорят возраст Христа. Я говорю, ну, давайте по самому времени распять. Как раз на финишную прямую скоро выходит судебное засчитание. Артем Камардин, поэт 10 октября, отметил день рождения в зале суда. Больше года назад он был задержан вместе с другими поэтами на Триумфальной площади в Москве. Поводом стало стихотворение «Убей меня, ополченец», которое Артем прочитал у памятника Маяковскому. Следствие считает, что таким образом он возбудил ненависть к участникам военных действий в ЛНР и ДНР. Сразу после задержания Артема избили и изнасиловали гантелью. И вот год спустя. И тоже поэт по имени Артем. 1 октября возле Пушкина, в Барнауле. Ведь вчера те же мы спали в Хайках и пили где-то в Одессе. Почти ждали весну или осень, но что там, уже я не помню. Растворялись в ночи, растворялись друг в друге на том же месте, на котором отныне праздник Мурия. 18-летний Артем Сахаров, один из организаторов акции «Пушкинские чтения», «Поэзия за мир», был задержан за нарушение порядка организации демонстрации. Его отпустили спустя сутки и оштрафовали на 75 тысяч рублей. «Все время борюсь с желанием принесу на докторные новости и открытые прямо выражать гражданскую позицию, но сами понимаете. Пока борюсь успешно. Не следите меня строго, меня уже судят. Я просто очень сильно хочу домой». По решению суда, поэты, фигуранты Маяковского дела, в том числе Артем Комардин, останутся за решеткой до 28 января 2024 года. Пока так. Политические суды в нынешней России больше, чем суды. Даже просто приходить на них – это уже вид активизма. Решай, спокойный, давай, держись. И уже не интернет-СМИ, а обычные россияне ведут свои трансляции из судов по политически мотивированным делам. «Саша, держись, Саша!» «Меня зовут Мельников Павел Алексеевич, 38 лет. В прошлом IT-эксперт, последняя должность IT-директора в международной компании французской. Ну и, собственно, последние полтора года, я не знаю, можно сказать, наверное, активист». Павел прислал письмо на тот самый адрес, который мы даем в финале боевых листков. Так мы познакомились. Публикуем фрагмент письма с его разрешения. Оказалось, что он выпускник Школы общественного защитника. Это проект, в частности, Руси сидящей. Юридическое просвещение для всех, бесплатно. Школа общественного защитника дала понимание, дала уверенность в том, что я могу, что я еще не просто так вот, у меня лапки все, пузиком кверху, нет. То есть я знаю теперь, где границы, как я могу действовать. Например, Павел научился писать жалобы в разнообразные госучреждения, в том числе в прокуратуру. И уже помог школьнику Егору Балазейкину, которого судят за попытку поджога военкомата. У Егора аутоиммунный гепатит, за ним должны наблюдать врачи. Вот после этих обращений сотрудники СИЗО стали регулярно, нормально, без проволочек, отвозить вовремя Егора на обследование. А еще Павел умеет создавать такие боты. Вот здесь можно легко узнать дату суда по политическим делам в вашем регионе, а потом пойти и сделать свой стрим. Ну или сказать все, что вы думаете, например, о стороне обвинения. Позор, 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 позор. Позор, 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 позор. Джейсон стоит ко мне приедет, Брюс Вилли старенький, поэтому я решил, что я как бы себя там не приравниваю к новой газете или каким-нибудь другим большим изданиям. Но вот как бы со своей стороны, что я могу в данной ситуации сделать? Я могу взять палку со стабилизатором и пойти в суды и показывать людям, что на самом деле в суды ходить можно, в суды ходить нужно, это действительно сейчас достаточно безопасно, и это одна из таких форм протеста. То есть если нам не разрешают, нам не согласовывают митинги, ну хорошо, мы будем приходить в суды. Да, мы будем видеть, что мы не одни, да, мы будем видеть, что людей не согласных, которые готовы выразить свой протест с происходящими репрессиями, с тем, что сейчас творится в России, их, они есть, их много, это не так страшно, это может сделать любой. День памяти жертв большого террора в СССР 29 октября. День политзаключенного 30 октября. Для кого-то в России эти дни сейчас важнее, чем 9 мая. Для кого-то теперь это главные даты. 29 октября по всей России начались акции памяти жертв политических репрессий. Это телеграм-канал российского антивоенного движения «Очнись» с подробным рассказом про ежегодное возвращение имен. В Москве, как всегда, у Соловецкого камня, на Лубянке. Ну как можно относиться к тому, что происходит, к какому-то полному идиотскому абсурду. Даже нельзя свободно подойти и возложить цветы. По три человека, не больше. Задерживаться нельзя. Проходите, проходите. Вот полиция вежливо, но достаточно жестко пресекает фактически акцию памяти. О том же журналист Татьяна Малкина на своей странице в Фейсбуке. Публикация в открытом доступе. Теперь так. Камень огорожен весь, пускают с другой стороны, строго по трое, с осмотром сумок. Первая попытка. Нельзя? Нельзя. А имя прочитать деда можно? Непрошено. А деда, как сделать? А когда? Просто имя прочитать деда, и все. Не забывайте, давайте не прочитайте. У нас деда. Георгий Павлович Качко. 27 лет. Грузчик больницы имени Симашко. Расстрелян. 29 декабря 1937 года. Это не должно повториться. И все-таки имена жертв политических репрессий прозвучали и в Москве, и в десятках других городов России, и не только. Трансляцию в Ютьюбе организовало общество «Мемориал». В итоге к возвращению имен присоединились 29 стран мира. Украина, конечно, тоже. Юсуп Якович Глазетник, службовец, 31 год, расстрелянный у жовтня 1937 года. Макс Юсупович Гольдштейн, фармацепт, 40 роков, расстрелянный у травни 1938 года. Арсений Андреевич Гугнович, службовец, 44 года, расстрелянный у грудня 1937 года. А что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего.